Агентство по защите и развитию конкуренции предложило вернуть регулирование цен на тарифные планы сотовых операторов, но только на определенный период. Также Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности пообещали улучшить качество интернета до конца года. На какой срок антибонопольщики просят взять под контроль цены на связи интернета и какое сейчас у него качество в столице, выясняла моя коллега Назымгуль Кумыспаева. На прошлой неделе о стабильности и качестве интернета говорил сам президент и добавил, что раз Астана известна как умный город и региональный айтицентр, то и высокое качество цифровой инфраструктуры должно соответствовать этому статусу. Подорожал очень сильно, во-первых, и вообще по стандартам не соответствует. Тогда министр профильного ведомства Багдад Мусин одной из причин плохого качества интернета назвал дешевизну тарифных планов в стране. Сегодня, к примеру, астанчанин тратит в месяц в среднем на связи интернет в 25 гигабайт более 5000 тенге. Тогда как в Европе, например, в Хельсинге тариф с безлимитным интернетом обходится в 2500 тенге, в Италии чуть дороже – 4000 тенге. В Париже примерная цена на тариф составляет 7500 тенге. Что касается Азии, то в частности в Японии абонентская плата составляет около 8000 тенге, но и качество интернета соответствующее. Но тут нужно учитывать и тот факт, что в этих странах минимальная заработная плата значительно выше нашей. Аян, а в каком районе Японии вы живете? Я живу в Токио. Сегодня из-за работы приехал в горы. Это называется район Мишима. И сейчас мы с Аяном проведем небольшой эксперимент. С помощью специального приложения мы проверим качество интернета в Астане и, соответственно, в Японии. Так, вот смотрите, у меня уже есть результат. В Астане, на левом берегу, в здании Казмедия, скорость интернета 5,7 мегабит в секунду. Тем временем в Японии, в Пригорье 47,6 мегабит в секунду. В целом скорость интернета по всему городу разная. В зданиях от 4 до 30 мегабит в секунду. Это зависит и от плотности застройки, и от материала самого строения. На улице, к примеру, скорость мобильных данных может увеличиться в 5-6 раз. Но в профильном ведомстве проблема, возможно, не столь ощутима. В здании Министерства цифровизации скорость на порядок выше, чем во всем городе. 121 мегабит в секунду. И все это по самым низким тарифам, так считают в ведомстве, ссылаясь на рейтинг европейских исследователей. Если мы сравним их именно в разрезе отрасли телекома, необходимо здесь учитывать, во-первых, территорию. Казахстан, наверное, корректнее сравнивать с другими странами, где плотность населения достаточно низкая. Есть такая исследовательская, европейская исследовательская компания, Кейбл называется. Они анализируют стоимость тарифов и стоимость интернета в 230 странах. Согласно этому рейтингу, Казахстан занимает 11 место по дешевизне интернета. Это, ну, если переводить в тенге, это 165 тенге за гигабайт. Дешевле, допустим, в таких странах, как Индия, Киргизстан и островные страны там есть. Между тем, на неделе казахстанцев предупредили о повышении цен на услуги связи интернета. К примеру, в Казахтелекоме, куда входят 4 сотовых оператора, услуги на некоторые тарифные планы подорожают с августа в среднем на 20%. Абилайн, уже изменивший стоимость абонентской платы, планирует убрать безлимит на социальные сети и видеохостинги. В антимонопольном агентстве тем временем предложили вернуть регулирование ценно-тарифные планы сотовых операторов. Но только до того времени, пока Казахтелеком не продаст Кейсел. До полной демонополизации этого рынка. В АЗРК напомнили, что госрегулирование цен на связи интернет было и ранее. Но в 2017 году эту сферу отпустили в свободное плавание. Новое решение обещают принять до конца этого года.